Жители Ненецкого округа провели летний отпуск в 23 странах. Такие данные приводит крупнейшая туристическая компания региона. В этом году северянами куплено на 10% туров больше, чем в прошлом году. Главным образом это путевки на море и в санатории для лечения. Где отдыхают жители Заполярья и во сколько обходится летний отпуск, разбирался наш корреспондент. Мы в городе Тимире, в Турции отдыхаем. Сегодня решили прогуляться в Боро и зашли в Тиратскую бухту. Пешком туда добрели. Такую красоту наблюдаем. Через Боро. Замечательного вам отдыха. Мои знакомые Катя и Максим подтверждают общероссийскую тенденцию. После возобновления чартерного авиасообщения с Турцией, россияне снова выбирают эту страну для летнего отдыха. По оценкам экспертов, в этом году на турецких курортах отдохнут от 2 до 3 миллионов россиян, в том числе жителей Ненецкого округа. У северян Турция занимает первое место в списке популярных направлений летнего отдыха. По данным самого крупного туристического агентства региона, треть проданных туров на лето принадлежат Турции. Главным образом туристов привлекают знакомая культура и оптимальное соотношение цена-качество. Средняя стоимость путевки на 14 дней с вылетом из Москвы обойдется в 49 тысяч рублей на человека. Можно сказать, что сработал отложенный спрос. Как только наши отношения наладились и открылись чартеры на Турцию, наши россияне стали гораздо активнее покупать туры в эту страну. Ну и плюс еще то сработало, что все-таки турецкий туристический бизнес постарался предложить наиболее приемлемые условия. На втором месте популярных курортов у жителей округа Черноморское побережье. Наибольшим спросом пользуются Сочи, Адлер и Геленджик. Крымом тоже интересуются, но в меньшей степени, чем годом ранее. Отдых на российском Черноморье обойдется примерно в такую же стоимость, как и в Турции – около 50 тысяч рублей на человека. На третьем месте в приоритетных направлениях отдыха – Болгария. Далее – Тунис и закрывает пятерку Кипр. Словом, северяне по-прежнему предпочитают проводить отпуск на море. Люди, живущие на севере, они, естественно, прежде всего интересуются пляжным отдыхом. Это на 80-90% все наши клиенты интересуются именно пляжным отдыхом. Либо возможностью совмещать экскурсионный и пляжный отдых, либо совмещать лечение с пляжным отдыхом. Такие варианты. То есть это то, что наиболее актуально. Если пять лет назад жители округа активно ездили в Европу, в этом году количество покупаемых туров существенно снизилось. По словам Юрия Тюлюбаева, причина тому – процедура обязательной дактилоскопии. Отпечатки пальцев делают либо в столичных городах, либо в Наринмаре, но за большую стоимость. Это и приводит к удорожанию путевки в целом. Говоря о новых направлениях отдыха, в агентстве отмечают – этим летом начали покупать туры в страны бывшего СССР – Азербайджан, Грузию, Киргизию. Богатая история, национальные традиции и местная кухня. То, зачем едут в эти страны. Татьяна Поздеева свой отпуск провела в ещё диковины для россиянина стране – Монголия. Говорит, это то место, где можно окунуться в мир восточной культуры. Нас привезли на автобусе в юртовый лагерь, высадили там. И мы жили в таком очень интересном месте, где рядом есть пустыня Гоби. Ты направо пойдёшь – горы, налево пойдёшь – пустыня, а вокруг – степи. И захотел на верблюдах покатался, захотел на конях поскакал. В числе проданных туров есть и экзотика. Но это скорее единичные случаи. В целом жители Ненецкого округа провели лето в 23 странах. Это говорит об увеличении интереса к путешествиям и растущей платежеспособности. По сравнению с прошлым годом, северяне купили на 10% больше летних путёвок. И это не считая туров, приобретённых самостоятельно.